Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем пятую главу «Песни песней». Предыдущая глава заканчивается голосом невесты. «Пусть придет возлюбленный мой в сад мой и вкушает сладкие плоды его». И наша глава начинается с ответа жениха. Мы слышим его голос, и жених говорит. «Я пришел в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим». Невеста зовет жениха, и наша глава начинается с ответа. Он отвечает на это приглашение, на этот нетерпеливый зов, приходит. Он обращается к ней с привычными для нас наименованиями. «Сестра моя, невеста», то, что, собственно, является синонимами «возлюбленный». И одновременно здесь появляется еще дополнительное наименование. Невеста называется «моим вертоградом», «моим садом», «моим райским садом». Замечательный и великолепный образ любви. Все образы миры, ароматов, сотового меда, вина, молока – это образы изобилия, наслаждения, и все это дается полноте и утоляет жажду. И этим заканчивается третья поэма, и остаются еще две поэмы в «Песне-песне». Заканчивается эта поэма небольшим интерметцом. Мы слышим опять голос жениха, который обращен к друзьям. Он говорит «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленные». В греческом тексте буквально говорится «мои друзья и мои близкие». Хотя возможны и другие варианты переводов. Например, некоторые переводчики дают такой вариант. «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь любовью». Потому что слово «додим», которое здесь употребляется в еврейском тексте, одновременно означает кого-то, кто тебе дорог, кто тебе близок, близок к твоему сердцу. И одновременно саму любовь, что в каком-то смысле совпадает. Но этот замечательный образ друзей, которые собираются вокруг жениха, потому что свадебный пир – это не только для двоих. Очень важно, чтобы супружеская пара не замыкалась в своей радости, немножко эгоистично. Свадьба – это настоящий праздник для всех, и поэтому он нуждается в радости всех. Кто же эти друзья? В предыдущей главе был странный таинственный образ переносного трона жениха, царя, который был окружен 60 верными друзьями, воинами, испытанными в боях сильными Израиля, героями. Они и есть те самые друзья жениха, которым обращается сейчас это приветствие. «Разделите мою радость, войдите в радость мою». В христианской традиции это приглашение жениха, конечно, получает новое звучание, потому что Христос в Тайной вечере и в момент Евхаристии тоже обращается с таким же приглашением. «Придите, примите и вкусите, придите, примите и испейте». То же самое приглашение к брачному пиру, к радости, которую жених, в данном случае, конечно, это некий символ и образ Бога, приглашает приобщиться всех. Начинается четвертая поэма с монолога невесты. В действительности это внутренний монолог, и его называют «Солилок», потому что она обращается к своему сердцу, она разговаривает не просто сама с собой, что показалось бы странным, она разговаривает со своим сердцем. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чисто моя, потому что голова моя вся покрыта росою и кудри мои ночною влагою». Удивительный момент. Разве человек, который задает себе вопрос, сплю ли я, действительно он спит или нет, здесь передается очень тонкий момент на грани сна и бодрствования, когда душа находится на этой удивительной грани, на пороге между осязаемым миром, миром осознанных мыслей и миром мечты, и того, что действительно живет в твоем сердце. Она засыпает, но в ее сердце звучит голос возлюбленного. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя» – это голос жениха, который в этот момент звучит в ее сердце, поэтому она одновременно спит и не спит, потому что она ждет, она полна ожиданий. К эпитетам, которые мы привыкли, возлюбленная моя, сестра моя, голубица моя, это все уже мы слышали, прибавляется новый эпитет, новая метафора. Это чистая моя, буквально совершеннейшая моя, и это причистая моя. Конечно, в христианской традиции это тот образ, который применяется к Божьей Матери – Пресвятая, Пречистая, и она же и избранница. Голос жениха, который звучит в сердце невесты, говорит о приключениях, которые ему довелось прожить этой ночью. Он остается на ночлег где-то за пределами дома. Он почти как скиталец, как бездомный, и поэтому он промок насквозь. Его голова покрыта росою, кудри, ночной влагою. Но он ждет рассвета для того, чтобы не тревожить своей возлюбленной, для того, чтобы не тревожить любви, пока она сама не проснется. Невеста отвечает этому голосу, который она слышит в своем сердце. «Я скинула хитон мой, как же мне надеть его опять? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Действительно, этот образ человека, который уже лег спать и не может встать, потому что есть какая-то очень большая дистанция между тем, чтобы встать и открыть дверь, потому что действительно нужно пройти по полу, который состоит из утрамбованной земли, и поэтому ты неизбежно запачкаешь ноги. И потом, если ты уже перешел в состояние покоя, зачем же опять возвращаться к бодрствованию? Точно так же, как в Евангелии, этот образ возвращается в притчи о человеке, который стучит в двери своему другу и просит о помощи, и тот точно так же отвечает «Я уже лег спать, и ближние мои спят, и как же я пойду и встану?» Все эти образы в Евангелии напрямую заимствованы из «Песни, песни», потому что «Песнь, песни» всегда звучит в сердце и в душе народа Божия. Образ внутренности, которая взволновалась от одного вида руки, протянутой сквозь скважину. Конечно, в XX-XXI веке очень трудно читать. Как говорят некоторые современные комментаторы, после доктора Фрейда очень трудно говорить о любви, потому что все сводится к плотской любви, и почти грубо сводится к плотской только любви. И поэзия нас возвращает все равно к очень тонким чувствам и очень тонкой гамме переживаний, которые испытывают влюбленные. И действительно, вся утроба и вся внутренность может взволноваться просто от одного голоса, от крика ребенка, от проблеска зари. И все это лишь наполняет любовь новыми красками и новыми чувствами. Невесту ждет новое испытание. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему и с рук моих капало мира, и с перстов моих мира капало на ручку замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел, и души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Похожий эпизод, похожую тональность мы слышали в предыдущей главе, когда на ложе своем невеста ищет своего возлюбленного, но не находит. Здесь она зовет к нему, и он не отвечает на зов. И поэтому ее душа погружается в смятение, она не может оставаться в покое у себя дома и выходит на поиски возлюбленного. И здесь повторяется эпизод, который мы тоже слышали в предыдущей главе. Скитаясь по площадям и улицам города, она встречает стражников. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. В предыдущей главе тоже возникала стража, но тогда они не причинили никакого вреда невесте. Здесь они ее схватили, как могут схватить беглянку, в женщину, которая сбежала из дома или, может быть, замешана в каком-то нечистом деле. И поэтому они не только ее арестовали, но и надругались над ней. Это образ того, что любовь всегда может встретить на своем пути некое насилие и кровь. И поэтому она обращается к дочерям Иерусалимским. «Заклинаю вас, черри Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Здесь опять возникает хор подруг невесты, или это зрители, которые присутствуют при театральной инсценировке песни-песни, или мы, читатели, друзья невесты, круг, который окружает ее, и она обращается к нам с этим заклинанием. Греческий текст здесь опять же вставляет упоминание серн и горных ланей, привычные нам. Но в еврейском тексте этого нет. «Если вы встретите возлюбленного моему, скажите ему, что я изнемогаю от любви». Этот образ возлюбленной, который выходит на поиски жениха и изнемогает от любви, некоторыми древними и современными комментаторами, применяется к Богу. Это может показаться немножко странным, но в действительности кто кого ищет? Адам ищет Бога или Бог ищет Адама в Эдеме? И во всей священной истории действительно мы видим, что Бог неустанно ищет, тоскует и зовет свой народ, как зовут в дом невесту возлюбленную. Также и здесь этот образ очень часто употребляется к самому Богу. И дальше хор возлюбленных задает вопрос, который может показаться ироническим вопросом или наоборот ревностью. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейший из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» И действительно, может быть, это ревность, потому что все возлюбленные прекрасны, все юноши прекрасны. И чем же твой настолько уникален и чем он так выделяется среди других? Может быть, это голос ревности, который спрашивает. Но в действительности это тоже голос народа, который радуется о своем Боге, потому что Господь не такой, как другие боги. Он единственный, Он единый, Он не такой, как все, и Он не похож ни на кого другого, Он уникален. Точно так же, как и народ верующих для Бога, это Его единственная душа, Его возлюбленная, уникальная и неповторимая, и не сравнится ни с кем другим. И заканчивается эта поэма с озерцанием жениха, и мы слышим голос невесты. Она как бы отвечает на вопрос ее подруг. Она описывает портрет своего возлюбленного, и в нем указывается десять черт, и это не случайно, потому что и в книге «Откровение Иоанна Богослова» в апокалипсисе тоже портрет воскресшего Христа будет включать в себя десять отдельных штрихов. Так же и здесь. «Возлюбленный мой бел и румян». В действительности здесь возникает образ чего-то сияющего, как сияет белизна, и образ красного иногда переводят «живой». Живой яркий свет – это свет земли, цвет охры. Адам взят от Адама. И поэтому белизна, ослепительная белизна – это божественная белизна и красота. Румяность или алый цвет, или цвет охры – это цвет земли, это цвет человечности. Поэтому возлюбленный мой сочетает в себе и то, и другое. Он прекрасен, как Бог. Лучше десяти тысяч других. Голова его – чистое золото. Кудри его – волнистые, черные, как ворон. Глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его – лилии, источают текучую миру. Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его – как изваяние и слоновой кости, обложенные сапфирами. Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и кто друг мой, дщери Иерусалинские. В этом портрете жених описывается как статуя, как совершенной красоты, непревзойденной красоты статуя. И взгляд невесты постепенно спускается с головы к голеням и к ногам своего возлюбленного и возвращается опять к устам, уста его – сладость, и весь он – любезность. И каждый символ здесь играет свою роль. Прежде всего, нам может показаться странным, что губы сравниваются с лилиями, потому что лилии, к которым мы привыкли, они белоснежные, но речь идет об анемонах, которые расцветают весной и покрывают иудейскую пустыню превосходным красным шатром. Поэтому это красные лилии, и губы его, как эти цветы. Все эти сравнения не являются сравнением по подобию, точно так же, как мы сравниваем подобное-подобное и ищем внешнее сходство. Нет, сходство здесь только внутреннее. Красота и нечто непревзойденное может быть сравнено только с тем, что еще является более прекрасным и непревзойденным. Глаза, как голуби, которые купаются в молоке, щеки, как цветник, губы, как лилии и так далее. И вся эта красота подобна Ливану, как благовонные фимиамы и как горы ливанские. Последний образ заслуживает особого внимания. Уста его сладость и весь он любезность. Уста – это не только рот, с помощью которого человек вкушает пищу или произносит слова, прежде всего это именно слова, а через слова открывается сердце. И поэтому в восточной поэзии очень часто уста являются синонимом слова. Например, в псалмах встречается образ благодати, которая изливается из уст. В действительности это прекрасные речи, благородные высказывания, которые отличают благородство сердца царя. Поэтому весь он сладость и весь он любезность. И, конечно же, христианская традиция это применяет к Иисусу Христу. Точно такие же образы мы встречаем в Евангелии, например, когда все удивляются словам благодати, которые истекают из уст Христа. Вот тот образ, когда евангелист говорит языком песни. Вот кто возлюбленный мой, вот кто друг мой, дщери иерусалимские. На портале экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...